Встреча с Муниципальным образованием Оценка результатов социально-экономического развития территории за 2012 год Может быть какие-то итоги уже первого полугодия 2013 года можно подвести И второе, наверное даже более важное Это формулирование и актуализация наших планов, совместных задач по развитию территории на ближайшее время Очень важно, чтобы у нас и общественность, и руководство района, и руководство области Одинаково понимали задачи, которые стоят перед территорией В ситуации с Голохолинским районом у нас есть еще третья задача Владимир Матвеевич будет сегодня в первый раз в качестве главы района Отчитываться о социально-экономическом развитии, принимать участие в таком совещании У нас было большое количество планов с Олегом Валентиновичем Голоховым То есть я еще раз хочу в этой аудитории сказать, что мы очень высоко ценили и уважали Олега Валентиновича Его труд, его активность И нам очень важно, чтобы тот темп, который был задан Олегом Валентиновичем Чтобы те планы, которые строились при его руководстве в районе Чтобы они у нас не, таким-то образом, не отменились Поэтому я специально попросил, чтобы Владимир Матвеевич в своем докладе Может быть, сделал акцент на тех вещах, о которых мы договаривались с Олегом Валентиновичем Голоховым Посмотреть, в какой ситуации сейчас эти проекты находятся Отдельно, что у нас делается по подготовке к празднованию 250-летия Голоховым Это тоже очень важный проект, которому мы уделяли большое внимание Ну и, собственно говоря, посмотреть, что еще где необходимо поднажать Что, может быть, необходимо сделать с помощью областного правительства Для того, чтобы те планы и те задачи, которые в районе формулировались Чтобы они были реализованы Мы поступим следующим образом Сейчас будет слово, предоставленное Владимиру Владимировичу для доклада Потом очень короткие доклады Я попрошу делать некоторых своих коллег У нас здесь в работе принимает участие большая группа представителей правительства области Я хочу представить своих коллег Дмитрий Александрович Матвеев, первый заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Борисович Кузнецов, заместитель председателя правительства Кировской области Он же куратор Белохолдинского района Вы знаете, что у нас каждый район курируется заместителями председателя правительства Вот как раз Алексей Борисович курирует эту территорию Елена Дмитриевна Утемова, глава департамента здравоохранения Анатолий Михайлович Чурин, глава департамента образования Леонид Иванович Князьким, глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Толстоброй Сергей Сергеевич, глава департамента экономического развития Сергей Анатольевич Вандышев, глава департамента промышленного развития Алексей Витальевич Журавлев, глава департамента энергетики и газификации Курковская Анталия Владимировна, заместитель глава департамента финансов Кировской области Головкова Ирина Вадимовна, заместитель главы департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Юлия Евгеньевна Попова, заместитель главы департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Феофанов Виктор Владимирович, начальник управления защиты населения территории администрации проекта Кировской области Чемоданов Андрей Николаевич, заместитель главы департамента экологии и природопользования И у нас руководство департамента внутренней информационной политики Веснин Борис Геннадьевич и Кольф Николай Петрович, наверное, Николай Кручакой вас представлять в этой аудитории не надо. Значит, после доклада Владимира Владимировича я попрошу сделать короткие доклады Елены Дмитриевны Утемову. Ваша оценка как Департамента здравоохранения, ситуации по здравоохранению, какие задачи выполняются, какие не выполняются и что нужно сделать. То же самое, Анатолий Михайлович, по линии образования отдельный акцент на ситуацию с детскими дошкольными учреждениями, что делается, что не делается. Алина Иванович, ЖКХ, отдельная тема, котельная, у нас такая очень непростая ситуация, не так, конечно, как и Кирсет, но тоже вызывающая озабоченность. И Наталья Владимировна Курковская, ситуация по бюджету и налоговой дисциплине. После этого мы перейдем к ответу на вопросы, и в этих ответах уже могут участвовать и другие мои коллеги, которые здесь присутствуют. Но большая просьба, поскольку уже встреч много таких проводим, лучше, если вопросы в течение доклада, который будет делать в Наталья Иванович, со-доклада, который будет делать мои коллеги, в виде записок сюда подавать, потому что, когда выстраивается очередь у микрофона, то есть, ну, в общем, там крайне сложно, оказывается, отвечать не больше, что многие вопросы, они пересекающиеся, то есть, их проще группировать, когда они в письменном виде. На каждую записку, на каждый вопрос, который будет подан в письменном виде, в письменном виде будет подан ответ. То есть, поэтому, если в записке будет указан, от кого она, то есть, мы официально пришлем ответ на того человека, который эту записку написал, если ответа, если не будет подписи, значит, мы передадим тогда все ответы уже Владимиру Матвеевичу, и либо вы в районной газете, либо еще как-то, да, то есть, на все вопросы, которые будут заданы, на все должны быть предоставлены ответы. Договорились? Тогда, коллеги, я хочу предоставить слово Владимиру Матвеевичу Князеву отчета о социально-экономическом развитии Белохолонинского района. Пожалуйста.